Что такое патронионы и чем они интересны? Патронионы тоже можно умножать и тоже есть закон действительности. Но когда вы умножаете между собой патронионы, уже не будет выполнен закон коммутативности. То есть для патронионов уже произведение и нажим не будет равно произведению и нажим. Это очень важная штука. Давайте сделаем так. Я сначала веду катронионы без внятного объяснения, зачем это нужно. То есть просто напишу определение и все. После этого мы с вами поймем геометрический смысл. На самом деле никакого другого определения, кроме того, что я сейчас дам, не могло быть. Это будет называться теорема Фрабениуса. Не существует ассоциативного конечномерного тела над полем вещественных чисел, отличного от множества вещественных чисел, до вещественных чисел и патронионов. Здесь нужно объяснять, конечно, что такое тело и что такое ассоциативное. Ассоциативное – это совсем просто. Когда вы берете этот теликм от армиона, то вы можете перемножить вот так, а можете наоборот сначала перемножить H2, H3, а потом на H1. Так вот, ассоциативность – это вот этот закон. Оказывается, что умножать H1 на произведение H2, H3 – это то же самое, что умножать произведение H1, H2 на H2. Что такое тело? Это интереснее. Особенно замечательно, как будет тело по-английски. Как? Води. Вот ничего подобного. Тело по-английски, ребята, это некоммунитивная боль. Никогда в жизни не догадаешься. Дело в том, что почему-то в русской терминологии слово «тело» прижилось, а в английском языке говорят «некомутативное поле». Что такое поле? Это там, где можно нажать, складывать, не на ноль делить, вычитать, естественно. А вот некомутативное – это значит, что бывает, что произведение двух катранионов зависит от их порядка. Так вот. Вот, господа. Давайте сделаем, значит, еще раз, как я уже обещал. Сначала я просто объясню, что такое патранионов и как перемножать патранионов. Ну, чрезвычайно простая табличка, которую надо запомнить просто на всю жизнь. И жи-ка надо нарисовать почасовой стрелке. После этого надо вот так вот запустить стрелки, которые всегда крутятся, крутятся и крутятся. И прямо так и писать. И жи – это ка. Жи-ка – это и. Ка-и – это жи. То есть произведение двух подряд элементов дает следующее. А вот если в обратную сторону идти, то все совсем наоборот. Жи-и – это минус ка. Ка-жи – это минус и. И ка – это минус жи. Вот так умножают. И так нам и квадранионные единицы. А еще. И в квадрате, жи в квадрате, ка в квадрате – это минус один. А еще единицу умножить на все, что хочешь, на любой квадранион. А что-то уже не какая-то квадранионная единица, а любой квадранион – это, естественно, будет аш. То есть единицу умножать на все, что можно. Больше не в комплексе, единицу, не пишешь, и все. А вот между собой квадранионные единицы перемножаются. Согласитесь, что довольно замысловатая таблица. Ну, как я, когда первый раз с этим встретился, себя чувствовал, мне казалось, что вот это абсолютно естественно, потому что очень похоже на то, что было в областных числах. То есть если вы добавляете только и, у вас только властные числа, и добавляете только ж, будут тоже в областные числах. Добавляете только к, у вас только властные числах. А вот почему они между собой так? Разгадка очень неслужна. Надо просто знать, что такое векторное произведение. Даша, что вы хотите? Я хотел сказать, а как число угадранионного вклада на единицу? Хорошо. А как число угадранионного вклада на единицу? Отлично, отлично. Ребята, это, во-первых, хорошая вопрос. Во-вторых, Число в квадрате равняется минус единицу. Полная ерунда. Ну, на самом деле, по человечеству это называется, что вы чуть-чуть ошиблись сначала. Или не ошиблись. Сначала вы пришли, или вы только что пришли? А? Вы только что пришли. Дело в том, что вообще-то в начале лица я объяснял, что комплексные числа полезны для описания поворотов плоскости. Ну, точнее, даже для описания поворотных коматетиков. И я говорил, что число И – это поворот на 90 градусов. Соответственно, когда вы делаете поворот два раза, получается, что самое И в квадрате. А поворот два раза, налейте вот, налейте вот, это, как вас учили в армии, поворот кругом. А поворот кругом – это и есть умножение на минус один. Поэтому любой командир стрелковый отверстия, даже взвода, знает, что И в квадрате – это минус единица. Налейте вот, налейте вот. Это то же самое, что кругом. Поэтому бывает, что число в квадрате дает минус единицу. Бывает. Так. Гомотетия – это изменение всех размеров в одно и то же количество раз. Гомотетию называют для образования, которое все координаты умножает на одно и то же число. То есть у вас была точка с координатой не xy, а из нее получилась точка с координатой 3 вторых y. Вот это называется гомотетия с координатой 3 вторых y. Понятно? Так, еще вопросы? Г-О-МО. Г-О-МО-Т-Э-Т-И-Я. Г-О-МО-Т-Э-Т-И-Я. Вот. А сейчас время к этому перейти. Что такое И-ЖИ-К? Потому что я пока что дал вот эту формальную табличку. Я сказал, что мы напишем, научимся перемножать. Но при этом мы не понимаем геометрический смысл. Правильно? Отлично. Не понимаем геометрический смысл. Давайте договоримся, что в нашем любимом трехмерном пространстве И будет изображаться вектором 1-0-0. ЖИ будем изображать вектором 0-1-0. К вектором 0-0-1. И, это очень важное определение, векторным произведением любых двух векторов пространства. Вот есть некоторые векторы У и некоторые векторы В. Так вот, векторным произведением будем называть вектор, который по длине равен площади параллелограмма, построенного при помощи векторов У и М, без сторонами которого является У и М. А направление этого вектора должно быть перпендикулярно У и М. Вот это... Есть разные системы обозначений. Есть система обозначений, когда ставят крестик. Есть система обозначений, когда ставят квадратные скобки. Я советую узнать обе, потому что в некоторых книгах нам пишут вектор так, и на самом деле обе системы вполне разумные. Итак, векторным произведением называют вектор. Длина вектора У, В, это площадь параллелограмма. Давайте я ее С, У, В обозначу. Это площадь параллелограмма этого С. И при этом принципиально важно, что вот этот вот вектор перпендикулярен как вектору У, так и вектору В. Здесь возникает проблема. Когда у вас есть площадочка, то вы их можете посчитать. Но рисовать перпендикулярно можно две стороны сюда и сюда. Когда вы будете в старших классах на физике, будете проходить электричество, да и не только электричество. У вас в физике огромное количество раз, в один нет. Закон левый. Это все попытки физиков объяснить, что такое векторное произведение, не говоря этих слов. Вообще всегда, когда вы встречаетесь с каким-то понятием, но из каких-то там педагогических соображений решено его не произносить, а понятия все равно у вас есть, всегда возникают большие сложности. Вот все эти правила у рамчика, все эти правила левого, все эти правила правой руки и так далее, это в точности отражение того, что при взаимодействии электрического тока, при взаимодействии магнитов, у вас возникают векторные произведения. Невозможно написать вот эти вот правила, по которым взаимодействуют электрические частицы, если не писать векторное произведение. Поскольку физики любят делать вид, что они независимы по тематике, то в школьной программе принято не говорить слово векторное произведение, а просто говорить, возьмите, нарисуйте руку, которая должна располагаться вот так, ладонь идет вдоль вектора, большой палец идет вдоль другого, и после этого посмотрите на эту руку, векторное произведение даже должно при этом перейти вам прямо в глаз. Вот так вот объясняют это физики, да? Смысл такой, что при вращении от пункта В, действительно, если смотреть с той стороны, куда показывает электр, если смотреть сверху, то у вас от пункта В должно движение происходить против часовой стрелы. Ребята, для меня всегда единственным способом запомнил все эти правила Буравчика, было то, что посяк координат я никогда не спутаю. То, что есть в оси Х, Y, Z, я знаю. И я на всю жизнь выучил вот это правило. И ножи, и это камень, и так далее. Все, на самом деле, полное описание вектора нового произведения. Вот это самое, и ножи, это в точности то же самое, что здесь есть подставить в значок вектора нового произведения. Так легче всего и запоминать все эти физические законы. Именно вот надо это запомнить, и тогда все то будет легко, а не наоборот. Отлично. Правда, дальше будет неприятность. Почему-то здесь у нас нелегкое произведение. Когда умножаешь I на I, здесь почему-то стоит минус один. Мы это сейчас обсудим. Оказывается, что довольно забавным образом выражено произведение квадронионов. Но перед тем, как мы это будем обсуждать, разрешите, я все-таки докажу, потому что мне это очень-очень-очень важно. Тяну о векторном произведении.